Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 36 по 38 и 10 глава, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время она, видев Иисус народы, милосердного о них, як обяху смятений и отвержений, як о овцы неимущие пастыря, тогда глаголу учеником своим, жатва оба много, делателей же мало, молитесь оба господину жатвой, якода изведет делателей на жатву свою, и призвал бы на десять ученики своя, даде им власть над у всех нечистых, якода изгонит их, и целите всяк недуг и всяку болезнь. Два надесятих же апостолов имена суть сия. Первый Симон, и же нарицается Петр, и Андрей брат Его, и Яков Зеведеев, и Иоанн брат Его, Филипп и Варфоломей, Фомай, Матфей, Мытарь, и Яков Алфеев и Левей, нареченный Фаддей, Симон Канонит и Иуды из Криотский, и же предади Его. Сия оба на десять посла Иисус заповедуем глаголя, на путь язык не идите, и в оград самарянский не внидите, идите же пачеку овцам погибшим дома Израилева, ходяще же проповедуйте глаголюще, якоприближеся царствие небесное, болящие исцеляйте, прокаженные очищайте, мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту неприястье ту не дадите. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». В то время, как Господь ходил по городам и селениям, проповедуя Слово Божие, за ним постоянно следовала толпа людей, приходивших издалека послушать его и исцелиться от разных недугов. Жалея все эти массы народа, не имеющие пастыря, Господь посылает на проповедь своих учеников. Святитель Иоанн Златоус отмечает, чтобы не водить всех за собой, он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы, получив навык в Палестине, они приготовили себя к подвигам в целом мире. Из всех людей, следовавших за ним и бывших слушателями его проповеди и свидетелями его чудес, Господь избирает 12 человек на особое служение. Симон Петр и Андрей Первозванный, братья Иаков Завидеев и Иоанн Богослов, Филипп и Варфоломей, имевшие второе имя Нафанаил, Фома и Матфей, Иаков Младший и Левей или Фадей, брат Иакова Младшего, Симон Канонит и предавший спасителя Иуда Искариот. Архиепископ Поверкий Таушев поясняет, эта проповедь подготовительная, поскольку апостолы еще не облекли силу свыше данной им впоследствии через сошествие утешителя Духа Святого. Господь посылает апостолов подвое, чтобы они могли поддержать друг друга и для того, чтобы евреи больше верили их свидетельству, так как закон Моисея гласил, что свидетельство двух есть истина. Но это послание апостолов на проповедь отличается от того, которое последовало за воскресением Христа. По Своем воскресении Господь направил апостолов проповедовать Евангелие во всем мире и вводить все народы в Его Царство через таинство крещения, уча вере во Христа. Теперь же Господь заповедует, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева. Первоначально Господь посылает своих учеников только к иудеям, потому что они были избранным народом Божьим, которому Мессия был обещан еще ветхозаветными пророками и среди которых Он явился. Александр Павлович Лопухин пишет, «По общему мнению древних толкователей, которые особенно хорошо выражают Златоуст и Ироним и Феофилакт, запрещение отправляться с проповедью к язычникам и самарянам вызвано было тем, что ученики должны были прежде всего проповедать иудеям, которые после этого не могли уже иметь никакого предлога говорить, что первоначальная проповедь была направлена не к ним и приводить этот факт в свое извинение». Спаситель призывает учеников, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И если Моисей и бывшие прежде пророки проповедовали о земле и земных благах, то апостолам повелевается проповедовать о приближении Царства Небесного и обретении Его посредством веры и соблюдения заповедей. Наделяя же апостолов особым даром, Христос наставляет, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Ефимий Зигабен замечает, что Господь сообщил им дар исцелений, чтобы те, которые не убеждаются проповедью, убеждались, по крайней мере, чудесами. Вместе с тем и их самих делает этим более усердными к проповеди. А чтобы они не гордились, совершая столь великое и не требовали вещественного вознаграждения, заранее укрепляет их, говоря, «Даром вы получили от меня этот дар исцелений без всякого труда с вашей стороны. Даром же сообщайте их людям, не требуя от них ничего для поддержания своей жизни». Эти слова особенно важны, потому что они могут быть отнесены ко всему тому, что Бог дарует нам. И если ученики Христовы были посланы как Божие благословение людям, дабы все знали, что любовь и радость исходят от Царства, которое Христос пришел даровать миру, то и мы, дорогие братья и сестры, как истинные последователи Христа, будем прилагать свои усилия, служа Богу и людям. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!